Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Ко всем и сразу в Николаеве 90 обысков одновременно. Что ищут у депутатов горсовета? Документы крупным оптом в Киеве открыли гигантский центр выдачи паспортов. Снизит ли это ажиотаж? Самый страшный день АТО. Сегодня третья годовщина Иловайского котла. Ответит ли кто-то? В Николаеве масштабная волна обысков и задержаний. В областной центр стянули силовиков из нескольких городов, в том числе и столицы. Следователи местной, военной прокуратуры, столичного СБУ и полиции одновременно пришли с обысками в офисы и дома бизнесменов, криминальных авторитетов, адвокатов и местных депутатов. Что ищут, разбирался Кирилл Ющишин. Обыски начались около 7 утра одновременно в 90 местах. Это офисы, дома и даже заброшенные квартиры. Под одну гребенку попали бизнесмены, известные как криминальные авторитеты, депутаты городского и областного советов. Через несколько часов в интернете появились фотографии судебных решений. В них говорится, что все следственные действия проходят в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки Михаила Титова. В Николаеве этого человека знают под прозвищем «Мультик» и называют криминальным авторитетом. В документах указано, что группировка занималась контрабандой оружия и наркотиков. При этом комментарии прокуратуры весьма скудны. Следующие действия проводились вместе в Николаеве сегодня в рамках криминальных проведений. Были спрямованы на протидею злочинной деятельности в сфере завладения бюджетными костями, вымогания, рейдерства, погрозы убийств и других тяжких злочин. В один ряд с членами ОПГ прокуратура поставила депутатов городского и областного совета от оппозиционного блока. Следователи обыскали их квартиры и офисы. Зачем и что искали, следователи ответить отказались. Пока не будем давать каких-то интервью. Так не вы, я хозяин квартиры. У главы городской организации оппозиционного блока дома изъяли документы, касающиеся предприятий его супруги. Общуп будет проводиться в домовладении участника злочинной организации Титова ММ Яковлева Андрея Владимировича по такому-то адресу. Для меня является шоком. Я никогда не нарушил закон, я никогда не был участником никакой злочинной организации. И как только я стал заниматься оппозиционной деятельностью, я почему-то вдруг стал участником преступной организации. В оппозиционном блоке заявили, что предъявленные обвинения абсолютно абсурдны. Власть, как говорится в заявлении, настолько боится оппозицию, что готова идти на любые даже противозаконные действия, чтобы дискредитировать оппозиционных политиков. В результате масштабных обысков под стражей оказалось пять человек. Среди них и так называемый криминальный авторитет, мультик Михаил Титов. В некоторых местах следственные действия продолжаются до сих пор. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев. Министру внутренних дел Арсену Авакову хотят спустить с рук скандал с закупкой тактических рюкзаков. Напомню, речь идет о деле 2015 года, когда журналисты обвинили министра в том, что он организовал для Нацгвардии закупку рюкзаков на 14 миллионов гривен через фирму своего сына. Теперь же окружной административный суд Киева отклонил иск одного из участников тех торгов, решив, что все прошло законно. Несмотря на то, что в Национальном антикоррупционном бюро по факту этого тендера открыто уголовное дело. Все подробности в материале. Семейный бизнес. Еще в 2015 году эти кадры облетели всю Украину и Европу. Пока волонтеры собирали по копейкам деньги для бойцов, замминистра внутренних дел Сергей Чаботарь собирал себе на счастливую пенсию. На видео он общается с человеком очень похожим на Александра Авакова, сына министра МВД. Чаботарь предлагает купить через его фирму большую партию рюкзаков для Нацгвардии. Этот разговор состоялся в декабре 2014 года. Немного спустя состоялся тендер. Его выиграла неизвестная фирма Днепровент, получив 15 миллионов гривен из бюджета за поставку якобы 6 тысяч тактических рюкзаков. Однако военные их не видели. По данным журналистов, Днепровент непосредственно связана с Александром Аваковым и его другом-харьковчанином Владимиром Литвином. По этому факту открыто уголовное дело. В прошлом году НАБУ открыло уголовное дело и против еще одного бизнесмена в погонах, теперь зама Авакова Трояна. Речь идет о возможной организации сборов поборов с его коллег в министерстве. Вот видео разговора Трояна и одиозного Сергея Чаботаря. Тот учит новичка в системе МВД, как собирать с гаишников по 100 тысяч долларов в месяц, якобы на нужное то. А с частных предпринимателей деньги на несуществующие ремонты в райотделах. Уже этим летом Троян стал фигурантом еще одного скандала. СМИ сообщили, что он был задержан на крупной взятке 2 миллиона гривен. И опубликовали фото, где он якобы подписывает свои показания. Однако сам Троян все отрицает. О судьбе этого дела до сих пор ничего не известно. Еще один близкий друг по бизнесу Авакова, его зам Алексей Тахтай. Он также фигурирует на скандальных пленках из кабинета Чаботаря. Его связывают со схемами по нелегальной продаже песка. Как выяснили правоохранители, речь шла о махинациях как минимум на 5 миллионов гривен. Весной в этом деле был задержан директор госпредприятия «Спецсервис» Василий Петровский, бывший коллега Авакова по партии. Однако вскоре его отпустили. Это дело, как и другие громкие расследования против Арсена Авакова и его ближайших соратников, до сих пор висят в правоохранительных органах. Один из главных фигурантов Сергей Чаботарь бежал из страны. По мнению журналистов, именно МВД всячески стаборит дальнейшие расследования. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Народный депутат Сергей Каплин сомневается в тщательности проверки доходов главы МВД Арсена Авакова. По мнению народного депутата, в отношении министра сотрудники НПК открыто игнорируют нормы регламента, поскольку они не обнародовали результаты проверки декларации Авакова. Каплин считает, что таким образом контролирующий орган может прикрывать теневые доходы главы МВД. С требованием обратить внимание на скрытые активы министра, нардеп намерен обратиться в НПК и Генпрокуратуру. Подозреваемых в вымогательстве денег у иностранцев в Харьковском аэропорту уже пятеро. Сегодня следователи прокуратуры объявили о подозрении начальнику подразделения полиции и двум его замам. Во время обысков у них изъяли около 5 миллионов гривен. Напомню, 10 дней назад на взятки погорели капитан и капрал полиции. По данным следствия, они организовали схему, которая успешно работала около полугода. У граждан Турции, которые прилетали в Харьков в качестве туристов, полицейские требовали деньги только за возможность выйти в город. Областная прокуратура требует отстранить полицейских от работы. Они получили деньги от своих подозрений, то есть у иноземцев деньги забрали эти двое, которые были арестированы в первую очередь. А уже керівництво, конечно, получили процент от этой схемы. Сумы были очень разные, от совсем маленьких сум, если очень большая группа, то они могли брать и по 50 гривен с людьми. Остання сумма была 50 доларів с людьми. И еще об одном человеке из окружения министра внутренних дел. В предыдущем выпуске подробностей мы анонсировали очередной сюжет о скрытом имуществе и сверхдоходах замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. О том, как безнаказанно обогатиться на 2 миллиона долларов при скромной зарплате. Подробнее в материале. Собака за 120 тысяч гривен и стоимость двух квартир жены в Новопечерских Липках. Такие шикарные мелочи забыл указать в своей декларации замначальника управления главного следственного управления нацполиции Дмитрий Бут. Но в нацагентстве по предотвращению коррупции их в упор не видят. Там нет состава преступления и конфликта интересов. И Бут может просто так вот взять и переписать документ. Почему, по чьей указке в НАПК закрыли глаза на эти нарушения, в ведомстве пока молчат. Мы ждем ответ на наш запрос. А вот такое молчание поясняет глава общественного совета при НАПК. Станин на сегодня национальный агентство за обвинение коррупции неэффективен. И не выполняет все покладывания на него функции. Тут ключевое вопрос в другом. Чи может он довести, что он купил эти квартиры за гроши, которые честно заработал. Поэтому на это нужно обратить внимание. Если у него 200 тысяч доходов, то есть большие риски того, что у него есть умирность незаконного обвинения. И это только в декларации за 2015 год. Остальные ведомости еще не проверяли. Вот, например, в документе за 2016 год недвижимого имущества вообще не указано. Только два автомобиля Volkswagen Touareg. Зарплата госслужащего за этот год 226 тысяч гривен. Но в СМИ уже неоднократно писали, с жильем у следователя проблем нет. Две квартиры жены в Новопечерских липках, хоть и быстро переписаны на маму, но так и остаются в пользовании Бута. Журналисты засняли, как он ехал оттуда на работу на своей машине. Также два года назад следователь оставлял свои координаты в объявлении о продаже базы отдыха на Бердянской косе. За имение площадью 360 квадратов просил полмиллиона долларов. А в выписке из реестра прав собственности на эту базу владельцем значилась, очевидно, мать Дмитрия – Татьяна Бут. А вот этот роскошный дом в элитном поселке Гореничи площадью в 300 квадратов, по данным СМИ, Бут купил еще в 2014-м, но уже в следующем году подарил отцу. И, как и собачка, все эти мелочи в декларациях не указаны. По данным журналистов, сверхдоходы силовика могут быть связаны с участием в рейдерстве и захвате бизнес-структур. Но проверять, откуда такое добро у семьи простого следователя, в НАПК упорно не берутся. По словам отца Дмитрия Сергея Бута, дом в Гореничах купил он, а не сын. И в это вполне можно поверить. Буквально недавно появилась информация о том, что Сергей Бут в 2015 году, работая адвокатом, засветился в коррупционном скандале. В сговоре с запорожскими правоохранителями он вымогал деньги у подследственного и попался на горячем. И при полной доказательной базе дело быстро замяли. Вероятно, если сын работает на руководящей должности в нацполиции, то легко может договориться со смежными коллегами, чтобы отец избежал тюрьмы. Еще и за коррупцию, с которой так показательно борется сын. Мы отправили запросы в ГПУ и в прокуратуру Запорожской области. Проверяют ли этот факт? Ведут ли служебные расследования? Мы найдем все детали, все подробности этого дела и покажем вам. А эксперты считают, что после стольких публикаций в СМИ по поводу всех скандалов вокруг следователя, его персона давно уже должна была попасть как минимум в поле зрения детективов. В СМИ неоднократно писали, что Буту удается избежать всех проверок, ведь его покрывает лично министр внутренних дел Арсен Аваков. Иного логичного объяснения нет. И это не первый случай, когда верхушкам МВД под протекцией министра удается избежать наказания за свои дела. Например, экс-замминистра Чеботарь, который фигурировал в скандалах с закупкой рюкзаков для АТО по завышенной цене и в миллионных схемах с песком, а его родственники еще и журналистов избили, когда те пытались снять незадекларированный особняк силовика в селе Лесники. После чего Чеботарь уволился и спокойно покинул Украину. А новый замминистра Вадим Троян ранее фигурировал в скандалах и со сборами дань из дорожных инспекторов, и с фиктивными благотворительными фондами, а вот недавно также засветился в истории с вымогательством миллионной взятки. Но все эти факты не мешают ему занимать такую высокую должность в министерстве, которое, по сути, должно защищать страну. Есть и другие фигуранты, не менее громких и гнусных афер в МВД, которых покрывает министр Аваков. И если наши доморощенные антикоррупционные органы закрывают глаза на все подобные истории, то наши западные партнеры их видят. Видит и народ, и вряд ли долго будет молчать. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Проверить импортеров сжиженного газа на предмет сговора требует от антимонопольного комитета премьер-министр Владимир Гройсман. Напомню, менее чем за неделю стоимость этого вида топлива поднялась на 40%. Премьер же считает, что цены должны быть снижены, причем уже до 15 сентября. За рынок сжиженного газа, который последние дни не на шутку лихорадит, взялись на самом высоком уровне. Премьер провел совещание и поручил профильным министрам, антимонопольному комитету, фискальной службе и правоохранителям разобраться с резким повышением цен. На все про все чуть больше двух недель. Это и должен проверить антимонопольный комитет. Ведь по данным ГФС, с начала года количество импортируемого газа увеличилось. А вот трейдеров топливо в основном закупают в России стало гораздо меньше. По данным экспертов, из нескольких десятков поставщиков сжиженного газа остался лишь один. Премьер потребовал предоставить ему статистику, сколько на самом деле трейдеров работает и занимались ли правоохранители ситуацией на рынке. Напомню, за последний месяц стоимость газа выросла на 40%, до 16,5 гривен за литр. Иловайская трагедия три года. В августе 2014-го украинские подразделения, по официальным данным, 2000 человек попали в окружение. Российские войска пообещали зеленый коридор, но потом расстреляли из крупнокалиберного оружия. Недавно завершилось расследование этого преступления, но до сих пор никто не наказан. Память тех, кто не вырвался из котла, сегодня почти ли во многих городах, в том числе и в Днепре, на Краснопольском кладбище, где похоронено большинство погибших. Это были самые кровавые сутки за все время проведения АТО. 19 августа украинские военные взяли под контроль половину Иловайска. Уличные бои продолжались несколько дней, затем город окружили российские войска. 29 августа для вывода украинских бойцов был организован так называемый «зеленый коридор». Выходить должны были по двум маршрутам, но едва колонны двинулись, начался обстрел. Среди тех, кто пытался прорваться, был и Герман Абашин. Анна Петровна сама воспитывала внука и до последнего надеялась, что он вернется. Я говорю, ты ж смотри мне, ты будешь мной гордиться, ты будешь мной гордиться, бабулечка. Док и Новая Екатериновка оставалось километром уже два. Да. И попало прямо ему в голову. Бойцы из подразделения оперативного командования «Восток» пришли почтить память Якова Губы. Рассказывают, БТР офицеров взорвали. Весь экипаж сгорел заживо. Я, как военный, любой военный офицер прекрасно понимает, что спрогнозировать обстановку в ходе боя очень сложно. Но то, что, конечно, была договоренность, и так вот подступно, я бы сказал, погибли наши ребята, это трагично. Те, кому удалось выйти из окружения живыми, вспоминают, это был настоящий ад. В полседьмого утра по Черносельскому начался бой. Бой продолжался где-то до восьми вечера, беспорестанно. По нам из танков, из пушек, то есть все тяжелое, что могло быть, кроме радов, все сыпали на голову. Мы отбывались только стрелковым, потому что дорогу ничего не было. Почтить память погибших собрались и в Киеве. Родные, сослуживцы, те, кому небезразлична трагедия под Иловайском. На Михайловской площади развернули уличную экспозицию. Дорожные указатели населенных пунктов среди засохших подсолнухов. Здесь же, прямо на асфальте, фотографии погибших бойцов и их личные вещи. А в Михайловском соборе провели панихиду. По официальным данным Генштаба, в Иловайском котле погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен. Тела десятков погибших до сих пор не опознаны. Генпрокуратура, которая занималась расследованием событий под Иловайском, главными виновниками назвала высших военных чиновников России. Они, по данным следствия, отдали приказ расстрелять украинских бойцов из крупнокалиберного оружия. Теперь дело будет рассматривать в суде. Наталья Савченко, Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. И уже на следующей неделе нардепы могут рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса, который анонсировали на прошлой сессии. Об этом сообщила представитель президента Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, консультации в нормандском формате, а также с партнерами из США уже состоялись. Напомню, это не первая попытка вынести документ на рассмотрение парламента, но пока в Верховной Раде его не видели, так утверждают оппозиционеры. Законопроект, который анонсируется, как законопроект о реинтеграции Донбасса, на самом деле никто из парламентарей не видел, и его в порядке в день не имеет. Мы считаем, что вопрос, как весь народ Украины, вопрос о завершении военно-конфликтах и повернении территории, это вопрос номер один, которое сегодня ставят люди. И мы готовы поддерживать любой закон, который даст возможность повернуть территории и людей в Украину. Но так, как строится этот законопроект, в любом случае с той информацией, которую я имею, свидетельствует о том, что он строится кулуарно, и это нам больше напоминает намагание отверстия увагу северных партнерами. День без тяжелого оружия. Боевики на Донбассе сегодня не стреляли даже из минометов, только из стрелкового оружия. В штабе АТО насчитали 10 таких провокаций. Потерь среди наших военных нет. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Ночью здесь снова свистели пули. Половина Верхнеторецкого под украинским контролем, остальная часть под оккупантами. Обстреливают из стрелкового оружия, из автоматических гранатометов. Ну, а так, в принципе, спокойнее, чем раньше. Днем сохраняется тишина. Однако военные не советуют оставаться на открытой местности. Тяжелое вооружение пока молчит. С нашей стороны в Минске соглашенности соблюдаются полностью. Мы на провокации не поддаемся. Всю прошлую неделю бойцы боролись с поджогами. Противник здесь выжигал буквально украинские позиции. Видно, выгоревшая земля. Огонь, слава богу, удалось остановить. Один из бойцов привез из дома косилку. Выкосили траву. Заливают брустерой водой. Неподалеку в помещении школы врачи готовятся к медосмотру учеников. Почти 200 детей скоро сядут здесь за парты. В сентябрю все уже пришли медосмотры. Вакцины есть у нас, которые нуждаются. Но уже когда дети пойдут в школы, чтобы организованно это все делать. Местная больница разрушена обстрелами боевиков. Поэтому медики в одном здании с учителями. Педагоги сейчас на собрании, пользуясь так называемым школьным перемирьем, планируют учебный год. Не все, как хотелось бы, все происходит у нас. Конечно, лучше бы не стреляли, самое главное. Это самое главное, что нас интересует. Чтобы спокойно работать, и дети спокойно учились. Как вы видите, школа у нас отремонтована, чистенько. Все, в общем, пофарбовано. А так еще дякую Богу, что у нас есть волонтеры, которые нам помогают. Здание школы укреплено мешками с песком. В трех километрах отсюда армейцы 72-й механизированной бригады следят за врагом. Ведь ночью снова возможны провокации. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности телеканал Инфр из Донецкой области. Огонь в ответ. Это тоже нарушение минских соглашений? Такое заявление сделал представитель мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. Реакция западных лидеров не заставила себя ждать. Высказался и украинский президент. О том, как видят новое школьное перемирие на Донбассе, в ЕС и в Киеве, расскажет Елена Абрамович. Договоренности о перемирии не придерживаются обе стороны, настаивает Александр Хук. Определить, кто начал стрелять первым, трудно. Поэтому исключений в соблюдении режима тишины быть не может, заявил замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ. Наверное, неоднократно в новостях вы слышали заявление сторон. Мы не начинаем огонь, а открываем в ответ. Но ответный огонь тоже огонь. В минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь. Любой огонь в ответ является нарушением режима прекращения огня. И исключений здесь нет. Обе стороны должны приложить больше усилий ради перемирия. С таким заявлением выступили немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон. В ход идет тяжелое вооружение. Миссия ОБСЕ сложно работать, особенно на неподконтрольных Украине территориях. Президент Петр Порошенко поддержал западных лидеров и заверил, что поручил руководство ВСУ соблюдать режим тишины. Режим припинения огня с нагодой початку учебного года мае набути всеохопливающего характера, створившись приятливые умовы для просувания мирного процесса с метою восстановления суверенитета и территориальной ценности Украины. Ангела Меркель продолжила тему и во время своей пресс-конференции заверила, санкции с Россией не снимут до полного выполнения Минских соглашений. Санкции будут сняты после того, как исчезнет их причина. А причиной, особенно экономических санкций, является тот факт, что в восточной части Донбасса сложилась ситуация, когда Украина не имеет полного суверенитета над своей территорией. Ну а представителю БСЕ Александр Хук подчеркнул главное в ситуации с Минскими соглашениями понять, что любое ведение огня должно быть полностью остановлено. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Помочь урегулировать конфликт на Донбассе Евросоюзу сложно, поскольку Украина пока не является членом ЕС и НАТО. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе на встрече с послами ЕС. И подчеркнул, что на данный момент официальный Киев еще не достиг необходимого уровня для того, чтобы претендовать на членство в Альянсе и Евросоюзе. Над реформированием ЕС задумались во Франции. Париж планирует представить свое видение развития Евросоюза сразу после парламентских выборов в Германии. Они, напомню, состоятся в конце сентября. Как заявил президент Франции, Эммануэль Макрон улучшать ЕС планирует примерно по 10 направлениям. Речь идет в частности об укреплении экономического и валютного союза, а также совместной оборонной стратегии. Без километровых очередей и ночных записей. В Киеве открылся самый большой в Украине паспортный сервис. В день здесь смогут обрабатывать полторы тысячи заявок. Это втрое больше, чем в обычном центре. Ожидание займет всего 40 минут. Упростили также процедуру оформления паспорта. Теперь все действия, начиная от ксерокопии, заканчивая снятием отпечатков пальцев, будут проводиться в одном окне. А их здесь 28. Однако из-за ажиотажа получить паспорт вовремя пока все еще проблемы и ждать приходится в два раза дольше положенного по закону времени. В открытии таких центров мы снимаем эту проблему. Люди не будут теперь в чергах стоять из ночи в очековании оформить закордонный паспорт. Ну а уже отримание. Тут есть проблемы, которые также вырешивает полиграф-кабинет Украины, закупывая обладнение. В ближайшее время, я думаю, и эту проблему, уже в частной выдаче документов, мы также снимем. Европейская и Международная федерация журналистов просит Совет Европы отреагировать на депортацию испанских коллег из Украины. Об этом говорится на сайте организации. Антонио Помплиегу и Мануэле Анхеле Састру задержали 24 августа в аэропорту Киева и депортировали из-за угрозы национальной безопасности. Два года назад испанские журналисты действительно попали в черный список, но в прошлом году, после ноты протеста испанского правительства, санкции с них сняли. Теперь они снова оказались в списке службы безопасности, как лица, которым запрещен въезд в Украину. Четверо детей подорвались в Днепропетровской области. Сдетонировал боеприпас. Какой именно в полиции пока не знают. Трое мальчиков сейчас находятся в очень тяжелом состоянии и сейчас их пытаются спасти. Все подробности расскажет Елена Миндалек. Все произошло около часа дня в городе Подгородное. Дети играли в этом дворе. По словам соседей, 7-летний мальчик вынес из дома вместо игрушки какой-то снаряд. И вдруг взрыв. Звук был слышен за 2 километра. Сказали, гильза, сама гильза пуста, 14 сантиметров, 7 миллиметров. Это только сама пуста гильза. А сколько там было уже самого снаряда, то есть никто ничего не каже. Суседи, версия от каких, что вынесли патрон, про них плохого ничего сказать никто не может. Детей доставили в областную больницу. В тяжелом состоянии трое мальчиков. Они сейчас в реанимации. Двоими из них осколки посекли живот. Еще у одного серьезная травма руки. Девочка с легкими ранениями в травматологии. Одновременно шли операции по поводу двух детей. Последнему ребенку была проведена лапароскопическая операция. И оказалось, что у него осколочное ранение, проникающее ранение брюшной полости с повреждением селезенки. Эксперты сейчас устанавливают, что это был за снаряд. По неофициальной версии, его нашел отец одного из мальчика во время прогулки возле полигона в поселке Гвардейском. Пока мы не проведем экспертизы, очень сложно сказать, что это за боеприпасы, и что он там делает, в цей боеприпасы. Полиции открыли уголовное производство. По статье «Неосторожное обращение с боеприпасами» не исключено, что за игры детей ответят их родители. Елена Медалюк, Евгений Коднецов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. Ким Чен Ын продолжает испытывать терпение. Сегодня утром из окрестностей Пхеньяна произведен пуск очередной баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Америка уже пригрозила военными действиями. КНДР нарушила все резолюции Совбеза, и теперь должно произойти нечто серьезное, заявила постпред США при ООН Ники Хэйли. О взрывоопасной ситуации подробнее Дмитрий Анопченко. Заявление Белого дома бескомпромиссно жесткое. Дескать, Северная Корея продемонстрировала презрение ко всем членам ООН и минимальным стандартам поведения в международном сообществе. Штаты заявляют открыто. Теперь уже считают возможными любые варианты урегулирования ситуации по ракетной программе КНДР. Любые означает в том числе и военные. С осуждением выступили крупнейшие страны Европы. Устами Федерики Маггерини вполне однозначно высказался Евросоюз, заявив об угрозе международному миру и безопасности. На американском телевидении сегодня много оценок и много мнений. И самое распространенное, мол, это принуждение к переговорам. КНДР откровенно шантажирует, прекрасно понимая, что цена военного удара по их территории для мира будет огромной. И поэтому это демонстрация силы, демонстрация того, что система ПРО не способна перехватить одиночный запуск ракеты, всего лишь попытка давить на Вашингтон, всего лишь попытка выторговать у американской администрации свои условия. Северокорейские чиновники уже заявили, мол, их страна имеет право на самозащиту, если будет атакована. Но как еще ответить штатам, если исключить военный сценарий? Трамп сегодня 40 минут обсуждал это по телефону с премьер-министром Японии. Американский президент пока не видит другого решения, кроме как еще больше закрутить гайки, усилить санкции. Поздно вечером это предложение рассмотрится в без, но два его постоянных члена удивили. Россия неожиданно пошла на уступки по Северной Корее, а вот Китай заупрямился. Его представитель сегодня заявил, мол, в новых санкциях нет необходимости, нужен диалог. И Вашингтон сегодня перед очень сложным выбором, ведь уступить значит показать, что шантаж сработал, и дать возможность Пхеньяну торговаться и шантажировать снова и снова. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Мощный взрыв возле американского посольства в Кабуле. Пять человек погибли. Накануне этот же район подвергся ракетному обстрелу. На Ближнем Востоке начинается очередной виток конфронтации. Иран усиливает свое присутствие в Сирии, а Израиль пытается всячески этому помешать. Все подробности расскажет Сергей Услендер. Главная тема в израильских медиа сейчас – это итоги визита Нетаньягу в Сочи, где он встречался с Путиным. Говорили о Сирии, точнее о растущем иранском влиянии в этой стране, которая становится откровенно угрожающим для Израиля. По сути, Тегеран разворачивает на самой границе еврейского государства полноценную армию. Об этом Нетаньягу рассказывал своему коллеге, показывал карты с местами, где расположены иранские базы. Судя по сообщениям, которые распространяет канцелярия главы правительства, встреча вышла очень продуктивной, об этом же говорил и сам премьер, но уж очень общими словами. Каждая встреча с президентом Путиным идет на пользу безопасности Израиля и наших партнеров, и я верю, что и российских. Судя по этой встрече, могу сказать то же самое, она была очень продуктивной. Но Израиль – страна со свободной прессой, по мнению некоторых политиков, даже чересчур свободной. В СМИ просочились подробности разговора, о которых Нетаньягу умолчал. В масс-медиа говорится, в частности, что Путин якобы сказал, что Израиль действительно партнер России, но Иран – это стратегический союзник, и вместе с Москвой делает в Сирии важное дело – борется с терроризмом, хотя Москва при этом старается учитывать интересы Израиля. В то же время известная влиятельная газета «Джерузолимпост» написала, что российские власти получили предостережение. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил им, что если Иран не прекратит усиливать свое присутствие в Сирии, то в качестве предупреждения Израиль разбомбит президентский дворец Башара Асада в Дамаске. Кроме того, в этом же предупреждении говорилось о том, что соглашение о прекращении огня, заключенное между Соединенными Штатами и Россией, по поводу Сирии, Израиль ни к чему не обязывает. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». Уже 9 человек на сегодняшний день стали жертвами урагана Харви в США. Стихия добралась до штата Луизиана. Местные власти просят людей не выходить из дома, а тем временем в Техасе после удара стихии льет как из ведра. Ветеорологи предупреждают о наводнениях. Самая тяжелая ситуация в Хьюстоне. Здесь без крыши над головой остались 6 тысяч человек. Как британский коп стал звездой шоу-бизнеса? Почему Тейлор Свифт круче? Адель и удалось ли ограбить банк американским псевдомонахиням? Об этом не только в нашем обзоре. В штате Пенсильвания женщины в монашеских рясах попытались ограбить банк. Вооруженные пистолетами, прикрывая лица платками, бандитки потребовали у кассиров деньги. В итоге убежали ни с чем. Одна из кассирш успела нажать кнопку тревоги. Сейчас полиция штата разыскивает псевдомонашек. Жителей предупредили, что преступницы вооружены и опасны. В Китае женщина провалилась в дыру в метрополитене. Пол станции раскололся, когда пассажирка подходила к эскалатору. К счастью, женщина была не одна. Спутник нырнул за ней в дыру, но удержать не сумел. Только с помощью других пассажиров потерпевшую вытащили из провала. Она чудом не получила травм. Полиция выясняет, почему рабочие не поменяли поломанную плитку. Испания готовится к традиционному празднику Латаматина. В город Буньол, где обычно проходит фестиваль томатов, уже привезли 160 тонн красных овощей. Масштабные битвы помидорами проходят в последнюю неделю августа. Тогда в Испанию съезжаются тысячи туристов со всего мира. Латаматина длится 7 дней. Лондонский полицейский стал звездой интернета. А все благодаря зажигательным танцам на карнавале Notting Hill. Традиционном фестивале культуры жителей стран Карибского бассейна. Дэниэль Грэм не смог устоять на месте, когда все вокруг плясали. И тоже показал свое мастерство. Оказалось, Грэм полуфиналист британского талант-шоу. Тейлор Свифт побила рекорд Адель. Клип американской певицы на сервисе YouTube за сутки набрал 28 миллионов просмотров. Это почти на 300 тысяч больше, чем у клипа Адель на песню «Хеллоу». Впервые клип Свифт показали на церемонии награждения MTV и лишь потом опубликовали на YouTube. Прототип капсулы сверхскоростного поезда Hyperloop установил рекорд скорости. Машину разогнали до 327 километров в час. Видео испытания опубликовал в Твиттере Илон Маск. Конкурс на проектирование капсулы прошел зимой. В нем участвовали 600 инженеров. В итоге победила команда ученых из Мюнхена. Они и создали сверхскоростной поезд для компании Маска. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова